Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на ютубе и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Катя Король отказалась заселяться с Денисом Козловичем. Она рассказала о его предательстве. Денис обещал ей отказаться от сольного танца с преподавателем Натальей Бича, чтобы не было разговоров об их флирте. И вот на лобном выяснилось, что за спиной Кати он договорился все-таки с Натальей о сольном танце. И Король решила прекратить отношения с ним, тем более у них не было близости. Также Катя Король рассказала подписчикам, что она хочет изменить цвет волос, образ и стиль одежды. Также, предварительно посоветовавшись с Викой Романец и Элой Сухановой, которые делали себе ринопластику, Король решила уменьшить и себе нос. Марина Африкантова нашла у Андрея Чуева в чемодане женские очки. Она написала девочке, срочно, чьи очки? Найдены у Чуя в чемодане. Правда, он не говорит. Как вы помните, на поляне появилось сразу пятеро новичков, но постепенно они отсеиваются. Новенький Илья покинул проект по семейным обстоятельствам, как он сказал. Но, скорее всего, парень ушел, не выдержав критики со стороны зрителей. Его начали называть голубым из-за снимков, сделанных в гей-клубе, и он испугался грязной славы. Вика Романец прилетела с Сейшел на поляну, и один из новеньких парней, который недавно пришел на проект, встретил ее романтическим сюрпризом. Дмитрий подарил ей корзину с цветами и выложил сердечко из лепестков роз на кровати Вики. Алекс Гулиев продолжает добиваться новенькую Яну Шофееву, но девушка ждет возвращения Андрея Черкасова на поляну. Алекс пишет, «Яна до сих пор держит оборону и не подпускает к себе ближе, чем можно. Хотя позавчера я ее хоть и насильно, но поцеловал». Свободный Тимур Гарафуддинов тоже ищет себе пару, потому что так положено на проекте. Он на расхват у девочек на поляне, у Таты Абрамсону, Лены Босс и у Тани Кузнецовой. Таня даже делала ему массаж в костюме медсестры. А самому Тимуру нравится новенькая Яна. Но из-за того, что Яна симпатична его товарищу Алексу, Тимур не ухаживает за ней, а выжидает момент. Он записал совместный клип с Иосифом Кобзоном «Не исчезай». Тимур благодарен судьбе за шанс спеть с великим человеком. Вова Гауди с Катей Гужвинской отдыхают в его родном городе Туле. Вова пишет, «Катя познакомилась с моими родителями, мы гуляли с сыном, тусили с моими друзьями. Скажу по секрету, спать без Балдахина офигенно». После недавней вечеринки в городских квартирах пьяный Колян Должанский опять приставал к Руслане Мишиной. И в итоге дело закончилось безобразной дракой в маршрутке по пути на поляну. От Коли пострадала не только Мишина, но и Наталья Бичан. Он пытался облапать ее в маршрутке, не обращая внимания на ее сопротивление. Благодаря домовской славе преподаватели школы актерского мастерства Бичан, Нигматуллин и Секирин стали узнаваемыми и популярными. Недавно они побывали на съемках передачи Comedy Club. Резиденты этого клуба вдоволь нашутились над тем, что им сейчас приходится работать на телестройке. А теперь о бывших участниках проекта. Как вы помните, недавно Элина Камирен и Саша Задойнов расстались. Мама Элины похвалила несостоявшегося зятя в сети. «Мой родственник Саша Задойнов», – пишет она. «Заканчивает ремонт, между делом в баньку с друзьями ходит. Мы дружим, постоянно на связи. Конфликтов между Сашей и Элиной нет. Вот это и есть настоящие отношения между двумя взрослыми людьми». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!